Привет, друзья! Сегодня мы с вами сделаем невероятно вкусную мясную закуску из свиной грудинки, которая будет замечательным украшением любого праздничного стола, в том числе и новогоднего. Да и в качестве мясной нарезки, просто на завтрак, обед или ужин, эта мясная закуска будет в разы вкуснее и полезнее любой колбасы. В этом рецепте все очень просто, главное правильно сложить мясо. Итак, начнем. У меня сегодня вот такой красивый кусок свиной грудинки весом 2 кг. Разрезаем эту грудинку на две равные части вперёк. Теперь каждую часть разрезаем вдоль на две части, но не до конца. До конца не разрезаем, оставляем как бы в виде книжки. Теперь отмеряем необходимое количество соли для нашей мясной закуски. На каждый килограмм мяса берем 20 г соли, поэтому я отмеряю 40 г соли. Это приблизительно 2 столовые ложки с небольшим верхом. Сразу добавляю специи. В качестве специй я беру сладкую паприку, хмели-сунели и смесь перцев. Выкладываем пласты грудинки на стол и равномерно распределяем по ним смесь соли со специями. Со всех сторон, как следует, втираем соль со специями в мясо. Теперь нам необходимо правильно сложить эти два куска грудинки и проложить их пластинками чеснока. Берем один кусок грудинки шкуркой вниз, раскрываем его и выкладываем пластинки чеснока на слой со шкуркой. Чеснока я не жалею, кладу много. Теперь накрываем этот слой частью другого куска грудинки, которая без шкурки. Распределяем по ней пластинки чеснока, накрываем второй частью без шкурки первого куска грудинки. А теперь накрываем оставшейся частью со шкуркой все эти слои. Получается, как две раскрытые книжки и сложенные друг в дружку. Теперь эту грудинку плотно заворачиваем в пищевую пленку. В таком виде убираем грудинку в холодильник на сутки, чтобы мясо замариновалось. Ну и нам осталось правильно сварить нашу мясную закуску. Но прежде чем варить, настоятельно рекомендую плотно перевязать эту мясную закуску веревкой или толстой нитью, чтобы закуска еще лучше держала форму. Я просто забыла это сделать в процессе приготовления. Затем выкладываем грудинку в полиэтиленовый пакет, плотно завязываем его, стараясь убрать лишний воздух, и ставим варить. Варим нашу мясную закуску из грудинки на границе кипения в течение 2,5, а то и 3 часов с момента закипания воды в кастрюле. Конечно же, кастрюлю накрываем крышкой. Готовую грудинку сразу вынимаем из полиэтиленового пакета, выкладываем в неглубокую форму и оставляем остывать под гнетом. Я сверху на доску положила гантель весом 4 кг. Когда грудинка полностью остынет, убираем ее в холодильник для полного охлаждения. Ну и теперь можно посмотреть, что у нас получилось. А вышла у нас очень вкусная и красивая мясная нарезка на праздничный стол и на каждый день. Надеюсь, что вам понравился мой рецепт. Готовьте, а в комментариях пишите, что у вас вышло. Желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита! Пока-пока!